Душ из кипятка едва не пришлось принять жителям дома на Июльской. Ночью на чердаке прорвало трубу отопления. Повезло, что еще никто не спал. Однако пока аварийная служба перекрыла воду, затопила пять этажей. Когда пострадавшие смогут получить компенсацию ущерба, узнавал городской дозор. Труба горячей воды, проходящей по чердаку, накануне вечером дала течь. По токам кипятка дом с девятого этажа протопило до пятого. Тревогу подняли жильцы восьмого. Их стало заливать водой. Вместе с соседями с девятого кинулись искать источник. Потом выяснилось, что на чердаке. Там просто труба была отсоединена и оттуда хлистал кипяток. Хозяйка квартиры, над которой лопнула труба, была на работе. После звонка она разрешила взломать дверь. Здесь, когда вскрыли двери, здесь просто сплошной туман, вообще ничего не видно. Вода хлещет. Здесь просто можно было встать, намылиться и мыться. Аварийная служба, говорят жители, добиралась в 40 минут. Пока она ехала, вода прибывала со скоростью 5 таких ванн за 10 минут. Поврежденный участок трубы заменили. Сегодня жильцы подсчитывают убытки. По словам Елены, теперь придется менять натяжные потолки, обои или нолиум. Коммунальщики акт составили, но вопросы к ним остались. Пришла какая-то женщина с мужчиной, все это сфотографировали. Но нет у нас ни акта, нам ничего не дали. Сказали, через 10 дней мы с вами встретимся. Когда похолодало, поставщики повысили температуру воды. Вот старая труба и лопнула, сообщили в управляющей компании. А вот почему аварийка так долго добиралась, будут разбираться. Что касается возмещения ущерба, здесь все по плану. Составили акты по факту промочек, все это зафиксировали. После просыхания будет пройдено, еще раз посмотрят уже, что осталось после просыхания. И соответственно, конечно, будет компенсация тем жителям, которые пострадали. Если кого-то из пострадавших от аварии коммунальщики не застали дома, им следует самим обратиться с заявлением в управляющую компанию. Так что при возмещении компенсации причиненного ущерба, никто без внимания не останется. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.